Главное литературное событие года, 26-я международная книжная выставка-ярмарка в Минске, сегодня завершает свою работу. Мероприятие прошло под слоганом «Больше, чем книги». На протяжении пяти дней писатели и издательства 35 стран презентовали книжные новинки и делились опытом, а рестораны столицы организовали литературный гастрофест. Тем временем Гомель принимал гостей 4-го международного фестиваля света, участников из Беларуси, России, Украины и Литвы. Помимо гала-концерта, они провели серию мастер-классов и благотворительное шоу для детей. Подробнее о культурной жизни региона расскажет Анна Корольчук. Наши предки называли бабочек порхающими цветами. И действительно, вес такой вот красавицы можно сравнить с парой лепестков розы. Жизнь их так же скоротечна, как и у сорванного цветка – от пары часов до пары недель. Они появляются из кокона, чтобы блеснуть своими изящными крыльями и снова уйти в неизвестность. Самых красивых и изящных насекомых бабочек можно увидеть в картиной галереи Гавриила Ващенко. Кспонаты привезли в Гомель в коконах и разместили в инсектаре в выставочном зале. Для них создают теплый влажный климат, поэтому посетители могут наблюдать за превращением куколки в бабочку. В экспозиции представлены десятки видов крылатых красавиц из Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Центральной Америки. Оказаться в тропиках и полюбоваться бабочками можно до 3 марта. В другом зале картиной галереи Гавриила Ващенко можно увидеть настоящий дядьковский хрусталь. Хрустальный завод в Дядьково – жемчужина российского стекольного производства. Предприятие сохранило традиции мастеров прошлых веков. Сейчас талантливые художники-дизайнеры продолжают развивать накопленный за два столетия опыт. Дядьковский хрусталь изготавливают и декорируют в основном вручную. Вместе с новыми композиционными решениями мастера используют традиционные способы декора – гудную технику, гравировку и алмазное гранение. Люстры из дядьковского хрусталя украшают Третьяковскую галерею, музей ковра в Баку и дворец правительства на Кубе. В Гумельском музее фотографии и печати открылась выставка «Белорусский амбротип-2». Экспозиция выполнена в технике мокрого колодия, которой более 160 лет. На выставке представлены портреты и натюрморты четырех белорусских авторов. Амбротип – это вариант колодионного процесса, в результате которого на стеклянных пластинах с эмульсией получается негативное изображение. Если приложить к ним черный фон, снимки выглядят как позитивные. На то, чтобы налить эмульсию, сделать снимок и проявить его, у фотографа есть не более 15 минут, иначе колодий высыхает. Такая фотография получается несовершенной, с царапинами и подтеками химикатов. Флюоресцентные танцы, созданные из лучей картины и тысячи огней – сказочное шоу подарил гомельчанам четвертый «Гомель Лайтфест». Аналогов этому фестивалю в Беларуси нет. Он направлен на популяризацию светового шоу и смежных жанров эстрадного и циркового искусства. Цветовое оборудование участников год за годом становится более оригинальным, плетаясь в одежду и сценические приспособления. Помимо светового решения, жюри фестиваля оценивала синхронность исполнителей, оригинальность номера и драматургию. Далее узнаем, чем нас удивит следующая неделя. Окутанный мистикой и скандалами, спектакль «Мастер Маргарита» покажут на сцене Дворца культуры железнодорожников. Зрителей ждет достаточно смелая трактовка бессмертного романа Михаила Булгакова. Блестящий актерский состав во главе с Ольгой Кабо и Ивром Калненьшем, оригинальная музыка, лазерное шоу заставят вас поверить, что любовь сильнее смерти. Отметить День всех влюбленных походом на спектакль предлагает и областной драматический театр. Благодаря праздничной акции на протяжении трех дней, 13, 15 и 16 февраля, можно попасть на постановку вдвоем по одному билету. Зрители ждут такие комедии, как «Женское счастье», «Мужчинам вход запрещен» и «Женихи». 14 февраля гомельские городские оркестры приглашают всех влюбленных на концерт. Духовой оркестр под руководством Сергея Колупаха и солисты коллектива исполнят для вас легендарные хиты о любви. Романтическая атмосфера, конкурсы, призы сделают вечер незабываемым, и ваши сердца сольются в унисон. В культурной жизни региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Продолжение следует...